Высоту центральной ёлки? 20 метров у нас ёлка. А кто скажет, сколько на ёлке груши? Ни одной. По традиции, главную ижевскую ель в этом году украсит только километр гирлянд. Пушистую красавицу установят на центральной площади уже в 20-х числах декабря. Сейчас идёт активная подготовка к её появлению. Мастера делают ледовый городок. Вскоре под их инструментами 280 застывших кубометров превратятся в персонажей из балета Чайковского «Щелкунчик». Этой же теме будет посвящена ещё одна новогодняя акция. У нас объявлен конкурс «Вязаные игрушки». Не просто какие хотим, а посвящённые именно следующему нашему году Петру Чайковскому. И вязанный конкурс под названием «Щелкунчик». Мы всё-таки даём возможность как-то его реализовать, подвести итоги. И мы объявим, наверное, следующую неделю как начало сбора уже готовых вещей. Ввязаться в эту историю может любой желающий. Готовые игрушки будут принимать в выставочном центре галереи и во всех районных администрациях. Лучшие из них будут выставлены на продажу в ярмарочных павильонах, которые 24 декабря раскинутся на Центральной площади и в торговых центрах Ижевска. Все вырученные деньги пойдут на благотворительность. В этом году средства получит школа-сад для слабовидящих детей. Кроме вязаных шедевров, на ярмарке каждый найдёт много интересного. Ярмарка у нас будет на Центральной площади. В этом году она будет действительно очень масштабная. Будет работать мобильный павильон площадью более тысячи квадратных метров. В 10 тысяч наименований товаров все желающие могут приобрести и подарки, и продукты питания. Ещё одним ноу-хау этого года станет бесплатный каток под открытым небом. Его сделают прямо в фонтане на площади. Ледовой будет и главная сцена. Как справиться с этим артисты, пока неизвестно. Но вечером 31 декабря там стартует новогодняя программа. В 12 часов ночи Центральная площадь превратится из ледового городка в настоящий ледовый танцпол. С большим звуком, с большим светом, с классной танцевальной музыкой, которую нам уже не первый год с нами сотрудничают электроники диджей, из главной ижевских диджеев, которые специальный трёхчасовой новогодний танцевальный сет готовят сейчас для Центральной площади. И, естественно, как любое подобное мероприятие, это будут не только танцы, это будут и подарки, и конкурсы. В этом году в городе решили восстановить традицию благотворительных новогодних балов. Первый из них пройдёт в Генеральском доме для ребят из детских домов. Кстати, бесплатные уроки танцев можно взять в выставочном центре галереи. По выходным там будут проходить специальные мастер-классы.